В городе Алексине завершилась реставрация одного из пределов Свято-Успенского соборного храма в честь митрополита московского Алексия. Что было сделано в рамках восстановления этого предела и как прошло торжество его освящения, расскажут наши коллеги из Белёва. В день памяти святителя Алексия, митрополита московского и всей Руси чудотворца, в городе Алексине состоялось освящение предела, названного в честь небесного покровителя города, расположенного в Свято-Успенском соборном храме. Это событие подвело своеобразный итог большой реставрационной работы, что проводилось на протяжении двух лет на территории храма. Объём работ, проделанный за это время, был немалый. Это и восстановление цоколя, и колонн храма из белого камня. Заново были сделаны паперти. Большая работа проделана по замене кровли и храмового купола, который теперь покрыт медью. Не обошли стороной внутреннюю отделку. Полностью заменены оконные и дверные проёмы, восстановлено напольное покрытие. Кроме того, сотрудниками организации, выполнявшей все работы, в качестве дара храму были промыты все росписи. И сегодня храм засиял новыми красками. Мы рады этому, сказанному. И благодарим всех, кто поучаствовал, жертвы, датели, благоукрасители, наших реставраторов. Реставрация нового соборного храма подчеркнула уже статус в целом архитектурного ансамбля Успенских храмов 17-19 веков. На нашей территории также рядом находится один из древнейших вообще в Турской области. Ныне восстановлено Успенский собор старый. Новый собор дождался своего очереди восстановления. Мы надеемся, что следующим этапом, большим, грандиозным для всех, станет и, надеемся, будет восстановление уже колокольня. Чин освящения предела и божественную литургию в Свято-Успенском соборном храме совершил епископ Белевский Олексинский Серафим в сослужении с духовенством Олексинского благочиния. За богослужением молились прихожане и жители города. По окончании божественной литургии Преосвященный Владыка обратился к молящимся со словами поздравления с этим замечательным событием в жизни храма и епархии.